Во многих домах нашего города бывали проблемы с отоплением. Иногда отопление или горячей воды может не быть неделю или две. Но что делать, если на протяжении практически полугода в квартирах нет горячей воды? Именно по стольку времени жители дома номер 48, корпус 3 по улице Новоселов оставались без воды в прошлом и в позапрошлых годах. И вот сейчас жильцы с приходом весны опасаются, что ситуация повторится вновь. У котельной нашей 8 лет. И у нас постоянно менялись, как говорится, собственники и арендаторы. Сначала был Гейзер, потом Термекс. Но, естественно, собирались с нас деньги. Коммунальные услуги все оплачивают, как говорится, вовремя. И куда деньги делись, непонятно. Котельная пришла в упадок, так как постоянно ею пользовались, но не делали никаких, естественно, ремонтов, сами понимаете, никакой модернизации. И вот мы остались в прошлом году на полгода без горячей воды. С мая по сентябрь прошлого года жильцы дома спасались, как могли. Чтобы помыть посуду, либо помыться самому, приходилось постоянно гореть воду на газовых плитах. На какое-то время ситуация вроде бы нормализовалась. Но теперь арендатор частной квартальной котельной, которая обслуживает 3 100-квартирных дома, грозится отключить воду снова. Котельная не платила за эту энергию, их отключили. Да, дома оказались крайние. Ну и в прошлом году у нас почти 3 месяца не было горячей воды. Потом, пока вот приехали телевидение, на следующий день сразу. То есть и воду дали, всю на следующий день. Так, потом пришел другой арендатор. Кто-то свои порядки стал устанавливать. Ну, так, отопление у него все-таки было, и горячая вода была. А теперь вот так, с 1 мая опять грозится отключили. В общем, жители уже устали жить без горячей воды. Это общее собрание жильцов одно из первых, куда пригласили представители городской власти. Ведь главная просьба у людей сейчас – это переключить их с частной небольшой котельной, которая регулярно оставляет их без горячей воды на городскую тепломагистраль. Благо, что она проходит буквально в нескольких десятках метров от дома по Новоселов 48, корпус 3. Люди уже направили коллективную просьбу в администрацию Рязани и жилинспекцию. Однако никто из чиновников на это собрание жителей не пришел. Впрочем, люди настроены решительно и не намерены сдаваться. Если будет необходимо, то они собираются провести пикет уже непосредственно перед зданием муниципалитета, чтобы их проблема с отоплением все-таки сдвинулась с мертвой точки.